шалом дорогие друзья мессианская студия шавей цион или уазис медиа мы рады вас видеть и мы продолжаем вместе изучать книгу откровения иоанна и откровения иоанна богослова мы прошли вместе 5 глав и сейчас мы в шестой и перед тем как двинуться дальше я хотел бы сделать несколько таких коротеньких аннотаций которые помогут нам более просто со стороны смотреть на описываемое и как я говорил есть одна опасность когда мы слишком пристрастно читаем книгу откровения мы попадаем как бы в некую дилемму мы пытаемся интерпретировать вещи духовные нашим человеческим и нашим умом который не оперирует духовными символами мы понимаем что все что там написано это вещи которые человек иоанн видел и это было откровение нечто духовное и он изложил это человеческим языком разумеется есть очень много ассоциаций с тем что говорили до него другие пророки и как говорится к видению или ко сну или к пророчеству нужно относиться как видению сну или пророчеству то есть понимать что она от тебя чего-то просит требует направляет тебя но некоторые вещи они позволяют интерпретировать достаточно широко не быть слишком зацикленными мы знаем много людей которые попали чуть ли не в паранойю когда они пытались пророчество истолковывать буквально каждую строчку особенно книгу откровение все-таки мы учимся здесь многому и так первые пять глав наверное в них очень здорово подчеркивалась главенствующая позиция еще он тот который говорит церквам или общинам в разных городах как я уже сказал ранее я лично я сомневаюсь но если вы думаете так нормально я сомневаюсь что там говорилось о разных периодах времени я думаю что еще дает откровение иоанну который был уполномочен над пятью азиатскими асия азиатскими общинами были кроме этих общин другие общины была большая община в иерусалиме время других местах были общины но здесь он посылает определенные слова наставления обличения в те конкретные пять общин но поскольку все это под действием божьего духа то нет сомнений что здесь нам много чему учиться еще один момент который важно понять мы не всегда понимаем датировку возможно это откровение о днях которые мы живем а возможно и нет есть много людей которые апеллируют этим по-разному и и вы также свободны приравнивать или какие-то вещи праве тому что было и какие-то примерять к тому что будет почему сложно определить датировку я вам скажу практическим примером это чтобы было понятно допустим вот в этом году случилось ну как а какое событие которое можем вспомнить brexit то что англия отделилась от евросоюза и есть какие-то экономические последствия от всего этого и все такое и можете поверить на протяжении следующих x лет неоднократно в англии или в евросоюзе будут ссылаться на brexit то что там случилось или допустим в этом году в прошлом году были множественные военные действия на украине или в сирии и по всей видимости страны которые вокруг или вовлечены тем или иным образом еще на протяжении многих лет будут ссылаться на эти обстоятельства которые происходят там на украине или в сирии и будут каким-то образом косвенно или прямо говорить смотрите это похоже на это или это или о чем я хочу здесь сказать историки теологи ученые считают что откровение она была написана в девяностом году нашей эры и по разным подсчетам считается что иерусалимский храм был разрушен в семидесятом то есть за 20 лет до написания этой книги я задаюсь вопросом почему не только я я как бы учусь у многих других людей но люди задаются вопросом почему на протяжении книги откровения ни разу не было упомянуто событие разрушения второго иерусалимского храма ведь откровение и она это в первую очередь вещи написаны для евреев а для евреев тура земля израиля и храм являются центральными ну и потом машиах разумеется который пришел о котором здесь много говорится но как бы про храм ничего есть мнение у некоторых ученых которые разбирают книгу откровения откровения она и они говорят тут не упомянуто ничего о разрушении храма потому что по всей видимости книга откровения было написано до разрушения этого храма то есть того события еще не было и поэтому когда говорит о мерзости запустения о каких-то вещах ужасающих еще нет чему привязать мерзость об запустении ли вот место святое поруганное в еврейском уме это только храмовая гора и храм это одно из мнений но эти другое мнение по другим причинам не писала здесь ничего про разрушение храма и эти вещи в таком случае можно накладывать на дни в которые мы живем но если мы обратимся к истории разных христианских групп к примеру у нас здесь в хайфе есть и в иерусалиме есть так называемая немецкая колония и сделали протестанты там тамплеры есть тамплеры католики но это протестанты которые имели откровение что в 1800 каком-то году должен прийти на землю и шо и они тогда своими группами просто перебрались в израиль и ожидали прихода миссии когда он не пришел они осели здесь когда эти даты датировки с разрушились и они стали строить дома и стали жить здесь о чем это говорит если мы слишком буквально каждая вещь откровения подходим то мы можем попасть ну как бы в неприятную датировку поэтому давайте будем учиться будем учиться концептом будем учиться принципам которые там написаны еще один момент перед тем как мы продолжим читать шестую главу я хотел сказать давайте будем держать еще одну картину постоянно у себя в голове это исход из египта помните израильский народ рабство в египте и вот они уходят оттуда и остановится народом свободным то есть были в рабстве стали народ свободный очень интересно но книга откровения это по сути по сути дела исход даже не из египта а из бавеля из вавилона из состояния порчи которая существует на нашем мире из-за грехов адама и последующих поколений и она рассказывает об исходе о победе над этим вавилоном родначальником или началом этого исхода стала в рам израильский народ через еще присоединившиеся к израильскому народу язычники божий народ анти вавилон исход из того вавилона победа над тем вавилоном я вот так больше вижу книгу откровений кстати именно поэтому неоднократно книги откровений говорится о вавилоне великой блудницы не о египте там чем но еще одна вещь которую мы тоже должны как бы понимать пребывание израиля в египте это было чем-то плохим то есть святый народ спустился в место грязное но есть и положительные вещи того что туда спустились первое они спустились в египет наш народ еврейский народ и дали египту достаточно много света которые имели в себе есть еще мнение когда божья премудрость божья божьи искры света святости давались людям они были распространены посреди всех народов земли и когда израиль был в египте давая свое святое они учились правильным вещам в египте тоже в египте не все было плохо и когда вышли из египта смогли построить структуру народа на основании того что было в египте то есть нет ни одного народа который автономен мы все взаимосвязаны важно учиться друг у друга не говорить вот мы также нет ни одной группы совершенно и вот где мы и только как у нас а все остальное вообще это ложь и и неправда это не так каждый из нас имеет много от господа много своего а есть вещи которые и не хорошие и когда мы общаемся когда мы взаимоотносимся друг с другом мы в тот момент приобретаем много окей сейчас откровение 6 глава 1 стих я читаю и я видел что агнец снял первую из семи печати печать книги печати мы понимаем что иоанн то что видит или то что его разум переваривает он и говорит может быть современном языке правильнее было сказать код доступа то есть как бы экран какой-то раскрывается и ты смотришь на глубже и видишь какие-то вещи еще больше и я услышал одно из четырех животных говорящие как бы громовым голосом идеи смотри предыдущих уроках я рассказывал об ангельских иерархиях я советую вам клацнуть в гугле или лучше в википедии и напишите ангельские иерархии вы попадете и увидите страницы описанного текста как в еврейских священных писаниях понятно есть и не еврейские писания и там есть свои всякие навороты но я склоняюсь к еврейским священным писаниям во первых потому что я сам еврей а во вторых потому что мы все верим что это слово божье и зачем изобретать новый велосипед так вот в еврейском священном писании на иврите есть множество выражений 10 некоторые 12 14 которые описывают разных небожителей который господь сотворил так как мир ангелов мир херувимов мир серафимов мир людей все они взаимопересекаются но не всегда взаима взаимодействуют хотя некоторым господь и позволяет взаимодействовать и таким образом были люди которые вдруг раз глаза у них открылись они увидели ангелов у исаи в один момент открылись глаза он увидел серафимов языки видел херувимов и здесь когда мы читаем про четырех животных не знаю но по языке люет очень похоже на тех херувимов существ четырьмя головами хотя точно нам сложно понять это говорит о том что мы в творении божьем не одни но в данном случае я не говорю об инопланетянах я говорю о небожителях и взглянул и вот конь белый о нем всадник имеющий лук и дал был ему венец и вышел он как победоносный побеждающий чтобы победить всадник на белом коне во первых это может быть кто угодно это может быть ешуа абсолютно и многие так толкуют вышел на белом коне образ победителя ну чем нет может быть другое мнение это период какой-то когда есть победа света когда есть благословение вы знаете некоторые в каждую точку или в каждую запятую священных писаний пытаются пристроить ешуа для этого нет нужды мы знаем что он избранный царь царей господь господствующих но много других вещей если мы им накрываем все они тогда становятся бессвязными допустим говорят и вот к аврааму пришли трое и один из них был господь потому что он остался с ним двое ушли он разговаривал можно истолковать эту вещь иначе там было три ангела и как говорят еврейские около библейские источники каждый ангел он однонаправленное существо у него есть миссия пришли три один пришел чтобы возвестить весть он же был исцеляющий двое других у них были другие функции они шли чтобы разрушить садом и гамору и вот один тот который принес весть он закончил свою миссию и улетучился а двое пошли так с кем же разговаривал авраам он и до этого разговаривал с богом и не один раз написано он частенько пребывал в раздумьях сосредотачивался видел господа одесную себя встречался слышал гоже божий голос поэтому не обязательно там в ситуации с авраамом был ешуа хотя вполне мог быть и он но лично я как бы сомневаюсь хотел бы более упростить вещи чтобы нам легче было понимать так и здесь здесь кстати больше похоже на еще даже мнению но это не обязательно поэтому чему мы учим от такого подхода когда мы читаем писание вначале нужно понять просто текст о чем он говорит а потом уже смотреть может быть там было действительно богоявление или еще что и как 3 стиха когда он снял вторую печать я слышал второе животное говорящие иди смотри и вышел другой конь рыжий и сидящий на нем дано было взять мир земли чтобы убивали друг друга и дам ему большой меч это ангел может быть период времени когда войны когда чаша божьего гнева изливается на землю тоже может быть и о чем здесь говорится смотрите и раньше были войны и раньше были очень жестокие войны и убивали тысячи десятки тысяч сотни тысяч людей но чем больше гуманизма приходит тем казалось бы число войн должно падать вот здесь мы видим как книга откровения выносит очень серьезный принцип который распространяется даже до сегодняшнего дня и что удивительно но мы видим что в более гуманистический наш век много больше крови льется двадцатый век это был супер кровавый век когда десятки миллионов людей ни за что не про что были просто убиты загублены и что страшно до сегодняшнего дня все это продолжается и здесь я должен сделать просто простой вывод который делал и раньше когда здесь говорится последовательно одно другое третье четвертое события это потому что бумага может нам передать только вещи последовательно но некоторые из этих вещей вполне могут налагаться одно на другое и с одной стороны приходит благословение а с другой стороны приходит проблема беда мы свидетели всему этому когда кажется вот бы все нормально на тебе ни с того ни с чего ни с чего началось что-то еще и нам все это очень неприятно и когда он снял 5 стих третью печать я слышал третье животное говорящие иди и смотри я взглянул и вот конь вороной на нем всадник имеющую меру в руке своей и слышала голос посреди четырех животных говорящий хеникс пшеницы за динарий 3 хеникса ячменя за динарий или же и вина не повреждай какие-то странные экономические передряги то есть как будто должно дорожать пропитание а все что дурманит она остается на том же уровне это не обязательно вино это могут быть какие-нибудь смешинки по телевизору которыми заливают народ чтобы он не видел то о чем нужно видеть или какие-то подсадки людей на самые различные гаджеты чтобы люди не обращали внимание об актуальных вещах но факт остается фактом как ни странно наша наука вся наука общемировая наука работает так много чтобы сельское хозяйство давала больше и больше понятно из прирост населения но все должен давать больше и больше а как ни странно все дорожает ничего не дешевеет и знаете есть такая интересная штука если вы как-то в фейсбуке я видел интересную статью что в двухтысячном году и в 2016 году цена на баррель нефти была одинаковая но цена на бензин никогда не падала постоянно росла ну там были какие-то небольшие колебания но пусть баррели одинаковые с бензином там большая большая разница то есть понятно экономисты все это могут объяснить но жизнь становится достаточно дорогой и как бы отдушина запутать людей зацепить их за зомбировать их каким-то образом мы эти вещи видим сегодня очень ясно уверен что они были в те времена кто смотрел древние фильмы понятно мы не можем прочитать много про нейрона но помните выражение хлеба и зрелищ когда зрелищами гладиаторов пытались отвлечь народ от каких-то натуральных проблем рима того времени как говорят историки именно поэтому рим сожгли но это наверное с моей стороны говорить это неправильно мы толкуем писание 9 стих и когда он снял пятую печать я увидел под жертвенником души убиенных за слово божие и за свидетельство которое они имели и возопили они громким голосом говоря доколе владыка святые истины не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу и даны были каждому из них одежды белые и сказано им чтобы они успокоились еще на малое время пока и сотрудники их и братья их которые будут убиты как и они дополняют число я слышал такую проповедь однажды что вот эти вот умершие за слово божие за свидетельство и взывающие богу доколе ты не воздашь него там все это не веру и это не те кто верует в еще то есть это не мессианские евреи то не христиане это кто-то другой и упор делался на то что люди которые могут умереть за слово божие и взывают о суде они не могут быть верующими в еще потому что новый закон где дает нам что ли состояние когда мы написано не протився злому на самом деле я лично абсолютно уверен что это доверующие доверующие и сегодня на сегодняшний день сейчас поясню почему на сегодняшний день если мы посмотрим опять таки данные оон или юнеско самые гонимая религия сегодня как ни странно является христианство по-прежнему и такие страны как судан и бахрейн и там всякие там до сегодняшнего дня гонения в некоторых местах посмотрите что игил делает айсис когда убивают христиан даже номинальных ни за что стирают их с лица земли насилуют продают в рабство и понятно под эту их расправу падают и езиды и другие разные народности и маленькие религии но христианство по большей мере так и говорит оон я не очень ценю эту организацию за ее происки против израиля но он имеет много статистики и они говорят что самая гонимая религия до сегодняшнего дня это те которые умирают во имя ешу или за имя ешу и здесь когда говорится больше доколе ты не отомстишь почему это все равно верующих не шоу когда в новом завете сказано что подставь другую щеку когда тебя удали по ударили по одной или понеси там для своего врага что-то здесь говорится о нашем сердце и о нашем внутреннем изменении но в мире господствует то что называется медаке негид меда это еврейский принцип который переводится мера за меру то есть в этом мире все взвешено и если есть больше зла то приходит больше возмездия есть больше добра приходит больше благословения мы читаем об этом на и мы видим это в наших жизнях происходит постоянно человек который прикладывается к работе который честен который направлен который который старается он прорвется человек который ленив который не хочет учиться он Он будет застаиваться в своем, и ему будет тяжело сводить концы с концами. Этот принцип на самом деле подчеркивает Иешуа. И он говорит, какой мерой мерите, такой и вам будет отмерено. Итак, когда мы говорим о прощении или о том, чтобы покрой врага, это о том внутреннем, которое мы должны воспитывать в себе через Дух Божий, через откровение, через молитву, через работу в конце концов над своим собственным характером. Чтобы быть добрее, светлее и чище. Но Божья праведность, она все равно все взвешивает. И те люди, которые уже там, за кордоном того, что ограничено материальным, они по сути говорят молитву Отче наш, только другими словами. И они говорят, Боже, да будет Твоя воля на земле, как и на небе, или Твое царство. Пусть Твоя гармония придет сюда, пусть зло будет попрано и удалено, и пусть здесь все станет гармонично. Я так, по крайней мере, вижу эти стихи. 12 стих. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение. И солнце стало мрачно, как власяница, и луна сделалась, как кровь. Звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром. Роняет незрелые смоквы свои, и небо скрылось, свившись, как свиток. И всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и братья, и теченачальники, и сильные, и богатые, и всякие рабы, и всякие свободные скрылись в пещеры, в пещеры и в ущелья гор. Говоря горам и камням, пойдите на нас, и скройте нас от лица своего сидящего на престоле, от гнева Агнца, ибо пришел день великий гнева его. И кто может устоять? Ну, во-первых, мы живем в эру, когда сейсмическая активность Земли наверняка намного больше, чем была 2000 лет назад. И мы живем в эру, когда, по крайней мере, мы можем фиксировать любые землетрясения, ураганы, стихийные бедствия. Раньше это даже невозможно было сделать. То есть это все было в досягаемости почты, или чего там было у них тогда. Сегодня, по крайней мере, благодаря спутникам, интернету и всему остальному, мы можем фиксировать. И по крайней основании этого мы можем знать, что что-то происходит и насколько сильно, как совсем недавно происходили вещи трагические в Италии. С другой стороны, мы должны смотреть правде в глаза. В свое время интернет забросали фотокарточками красной луны из Иерусалима. Думаю, там поработали хорошо специальные фильтры. Оденьте хороший фильтр на ваш фотоаппарат, и луна будет красной. А если вы еще можете поработать хорошо с программой фотошопа, то она будет еще краснее. Давайте будем и честны тоже. Вещи происходят. И вещи эти являются судом. Но мы еще не видим вот в реале того, что случилось. Хотя в локальных местах подобные вещи случались. И если мы опять возьмемся и будем рассматривать, что книга Откровения была написана до разрушения храма, могу представить, что люди, читавшие эти слова до разрушения храма, когда пришли римляне и осадили Иерусалим, и начали там все разрушать и убивать, и делать огромное зло, по всей видимости, они вполне увидели то вот именно в этом свете. Это самое переживают люди, которые, к сожалению, находятся в каких-то военных действиях. И все-таки здесь мы учимся. Давайте будем зрячи. Давайте будем смотреть. Давайте будем понимать, что наше упование, наша защита Господь Бог, и что мы должны не быть параноиками, должны быть реалистами, и должны учиться, что в этом мире все взвешено. Вот такими я вижу уроки этой шестой главы Откровения Иоанна. На этом буду заканчивать. И хочу пожелать всем вам благословения. Хочу пожелать вам много благословения, потому что вот-вот наступают еврейские осенние праздники, Роша Шана и Йом-Кипур, и Суккот, или Кущи по-русски, когда Господь Бог обещал много благословений, и по еврейскому пониманию понимаем, что в этот момент небеса приближаются к земле, и нам нужно просто в Божьем присутствии находиться. Желаю вам благословения. Студия Оазис Медиа, Израиль, Хайфа. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazisdefismedia.tv Субтитры создавал DimaTorzok